В семье Баматовых из Нижнего Казанища четыре брата, и все они так или иначе занимаются традиционными для Дагестана ремеслами. Кузнечество и плотничное дело братья освоили еще с малых лет, а на месте старой отцовской кузни открыли целый музей, в котором можно все трогать и изучать. О семье потомственных кузнецов из Буйнакского района в сюжете Карина Баталовой. Пробовать готовность раскаленного металла на язык в процессе плавки Абдурахмана научил его отец. Раскаленным железом Баматовых не испугаешь, оно у них в крови. Здесь даже не помнят, когда в роду начали заниматься этим ремеслом. История уходит корнями в 19 век. У горцев тогда хороший мастер в ауле был на вес золота. Он и оба для телеги сделает, и инструменты для работы в поле отремонтирует. Здесь три слоя металла. Вот здесь заметно, три слоя металла. Посредний твердый металл, металл, сталь. И по краям это железо мягкое, чтобы оно не ломалось. Когда точь, то середина точится, а края, середина речи, а края не дают ломаться. Последние пять поколений эта старая кузня служила Баматовым верой и правдой. Теперь здесь музей под названием «Кузня-меч», в который приходят школьники и редкие туристы. Здесь всё, как в давние времена. Старые печь и желоб вырублены из цельного куска камня. И пользовались ещё два века назад. Вот и сейчас мастер работает так же, как и его предки. Вода, в которой кузнец закалял металл, раньше, да и сейчас используется как народное средство от глистов. Казалось бы, где железо, а где хрупкий человеческий организм и его понимание. Но понимание было, и в селе до сих пор рассказывает историю, как дедушка Закарья Баматов спас свою сестру. Она уже в положении была, внутри утробия умер ребёнок. Умер, и надо было спасти сестру. Наш дедушка Закарья, покойный, он зашёл в цех, целую ночь, днём, два дня он работал, сделал себе ножницы, которые вот в руках, ну, себе ножницы сделал и спас сестру. Так я ещё раз говорю, ни кассирова, ничего не было. Здесь работают не только с металлом, но и с деревом. Верстак ещё дореволюционный, техники по минимуму. Есть даже ручное сверло. Но с изменением потребностей людей Баматова немного сменили деятельность. Семейным делом стало производство мебели с национальным колоритом, которое славится нижнее казанище. Карина Баталова, Гаджима Комедов, Новости ННТ, Буйнакский район.